Здравствуйте, уважаемые зрители! Маргарита Симонян наконец-то получила адекватный ответ. Статья под названием «Щелчок по носу Маргариты Симонян от администрации президента России». Видите фотографию Маргариту, всеми известную провокаторшу, и вот что здесь пишут про нее этот раз. Всероссийская армянская затычка, самодовольная зазнайка, главный редактор России сегодня и телеканал РТ Маргарита Симонян получила «Щелчок по носу» от администрации президента России. Так, одиозную провокаторшу действующим в интересах армянского лобби жестко раскритиковали за попытку разжечь межнациональную рознь в России. Так, это замруководитель администрации президента России Магомед Салам Магомедов. Так, сейчас я вам покажу фотографию. Вот. Он обратился, как сказать, на форуме народа России, призвал журналистов обратить внимание на проблему упоминания на национальности нарушителей, допустил, что за это упоминание можно было привлечь к ответственности, можно и к уголовной ответственности Маргариту Симоняну. Она разжигает межнациональную рознь. По его словам, нельзя допустить попытки разжигания межнациональной напряженности, и не нужно тиражировать подобные заявления о лицах какой-то национальности по отношению к тем, кто сознательно нарушил закон. Возможно, даже привлекать, вот правильно, еще слово уголовной ответственности, отметил Магомедов, это точно. Он напомнил, что эта проблема была раньше, когда была тенденция во все времена говорить о лицах какой-то национальности. Но особенно Маргарита Симонян любит повторять о лицах кавказской национальности, вот ее любимая тема. Но мы совместно с правоохранительными органами и самими журналистами медиа сообщества успешно ее искоренили. Не было несколько лет, но, видимо, сейчас необходимо снова обратить на это самое пристальное внимание, сказал чиновник. Вопрос о допустимости, упоминая национальности нарушителей и подозреваемых начали обсуждать после резонансных драк в Москве. Да, там была драка. Четверо хулиган напали на мужчину с ребенком. И вот тут пишут, да, что группа людей напали на мужчину с ребенком в новых ватутниках. Полиции пришлось уточнять, что эти все подозреваемые граждане России. Даже в дискуссию вступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал в таких случаях вовремя останавливаться. Драка в ватутниках тому пример, когда, так сказать, уличный инцидент без национальной подоплеки сразу начал обрастать националистическими лозунгами и призывами, написал, как сказать, сам Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Напомню, что именно Сиванян нелицеприятно высказался о представителях Кавказа после инцидента ватутниках, назвав их приезжими и понаехавшими. Ну, там были местные россияне, как считается, Саренбург, откуда-то они там были, причем здесь понаехавшие. Оскорбления Симонян задели в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. Действуя на интересах армянского лобби, Симонян целенаправленно разжигал на межнациональную рознь в России, прикрывая свободой слова, за что и поплатилась. Ну, надо ее точно когда-нибудь наказать, серьезно, вот. Она очень агрессивная, такая неадекватная. Пора ее поставить правильно уже, что уже даже в президентуре России начали ее ставить на место. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok